Всем привет! Пиршество странников еще продолжается и было вполне логично приготовить что-нибудь еще в честь этого события. И этим блюдом стал засахаренный батат. Перед тем как начать готовить, я хотел бы немного рассказать, что вообще такое этот батат. Батат это клубнеплодный овощ наподобие картошки. Отсюда и другое название батата – сладкий картофель. И в этом нет ничего странного, ведь этот овощ многим народам в рационе заменяет обычную картошку. И он действительно имеет сладковатый вкус. Но насыщенность конечно же зависит от сорта. Сваренный батат напоминает сладкий подмороженный картофель, сырой батат морковь, а жареный или запеченный очень похож на тыкву. Вот такой странный овощ. Чтобы приготовить засахаренный батат в игре, необходимы тальдросильский батат, мед и осенние травы, которые, не спрашивайте почему, я заменил на корицу. Также я решил добавить предварительно обжаренный арахис, который можно заменить любыми другими орехами, и сливочное масло. Сперва необходимо подготовить сладкую смесь. Для этого смешиваем орехи с корицей и сливочным маслом. А после добавляем мед и перемешиваем до однородной массы. Когда смесь будет готова, подготавливаем батат, который в очищенном виде выглядит примерно вот так. Я решил, что лучше всего будет разрезать его вдоль на две равные части, после чего сделать в нем неглубокие надрезы. Кладем его на фольгу и выкладываем сверху сладкую начинку. Из фольги формируем бортики, чтобы после того, как образуется сироп, он аккуратно стек вниз. А вторую половинку батата я решил приготовить с шоколадом вместо меда. В остальном же принцип приготовления смеси не изменился. После того, как батат будет подготовлен, отправляем его в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Но будьте осторожны, во время приготовления кухня заполнится приятным ароматом свежей выпечки с корицей. И заманит туда всех, кто будет поблизости. Но оно и к лучшему, пиршество странников все-таки. Так что можете достать из духовки засахаренный батат и угостить всех пришедших. Кстати, на вкус действительно очень похоже на тыкву, так что можете не заморачиваться с поиском батата. И это будет красивым окончанием праздника. Приятного аппетита! Пока!